В данный момент Британия Берн Да, это моя проблема. Если можно, небольшое лирическое отступление. Конечно, рассказывай. Я недавно записал небольшой обзор на Final Fantasy XIV, также ММО, и бросил игру спустя два часа. Я не смог продолжать. Просто не мог. Я так и не прошел дальше туториалов. Потому что первое задание, которое ты получаешь, ты, благородный герой, вообще первое, что случается по сюжету в водном ролике, это ты сбегаешь с поля боя. Ты едешь в повозке, на которую нападают орки или кто-то типа них. И эльф, который типа как охраняет эту повозку, говорит, «Бегите, я вас прикрою!» А сам бежит и начинает сражаться с тремя орками. И ты просто смотришь ему вслед и такой, «Ух, какой смелый чувак!» Едешь дальше. Да. И я такой... Ну да, я должен помогать и посмотреть, что делаю. Я убегаю. Да. И, кстати говоря, я играю за лучника. Но я даже не делаю попытки. Можно было бы сидеть на верхотуре и отстреливаться. Я даже не мог подать вид, что помогаю, понятно? Короче, первый квест, который я получаю в начале туториала, и я знаю, что это туториал, первый квест — это доставка пирога. Второй квест. Героично. Второй квест. Тебе говорят, что сначала надо попрактиковаться в стрельбе из лука. Иди за ворота и убей... Кто же там был? Убей трёх... Убей трёх... Кроликов и божьих коровок. Вау, значит, ты начинаешь с кроликов? Это не так плохо. Нет, извиняюсь, с белок. Но белки... Белки и кролики, хотя бы млекопитающие? Белки и божьи коровки. А вот божьи коровки... Да, наверное, снижают планку твоего героя немного больше, чем обычно. То есть первое, что меня заставляют делать в этой игре — это мочить божьих коровок. Я думаю, знаете, что-то это не особо подогревает мой интерес к кроли. Что-то я совсем не похож на непобедимого героя. Да бог с ним с непобедимым, хотя бы просто на героя. Я выхожу и начинаю топтать белок. Это очень похоже на игры, в которые я... Ну, знаешь, каждое ММО после Ультима Онлайн, Эверквеста и World of Warcraft, все три, которые я очень, кстати, уважаю, ну, то есть Ультима моя, конечно, но я также большой фанат Эверквеста и в особенности World of Warcraft, там есть куча вещей, которые просто великолепно выполнены. Многие из последних игр, особенно разные ММО, фактически переосмысливают, переделывают их базовые игровые механики, даже не Ультиму, они в основном похожи на Эйкью и Эверквест. Я хотел сказать Эйкью и Вов. И большинство из них фри-то-плей, и многие из Азии. Поэтому образовался пласт этих игр, в которые относительно легко играть, хоть они и красиво выполнены. Уровень анимации и боевой системы в этих современных аналогах выше всяких похвал. И несколько лет я играл в них всех с упоением, думая, вау, надо же, какие они отличные. И, в общем, ты их запускаешь, идешь создавать себе персонажа, первые два часа пытаешься смоделировать черты его лица, потому что не уверен, удастся ли исправить что-то в течение игры. Поэтому нельзя просто так пропустить, это приходится тратить время, чтобы сделать правильно. И ты больше никогда не видишь лицо своего персонажа. Да, но ты не знаешь этого, поэтому не можешь это пропустить. Поэтому тратишь время, как минимум час, иногда два. Затем появляешься в игре и думаешь, вау, какой красивый город. И там у тебя доспехи, там магазины с волшебными вещами, там магазин с продуктами, там... Мастерская. Там мастерская? Надо же, люди с восклицательными знаками над головой. Восклицательными знаками, точно. И вот ты нажимаешь на такого парня, выскакивает меню диалога, ты жмёшь «да-да-да-да-да-да», как скажешь «да-да-да-да». Видишь отметку. Да, ты открываешь свой квестовый лог, видишь отметку на земле, и идёшь туда, на своё первое поле, где ты убиваешь монстров. И ты думаешь, я потратил три часа, чтобы сюда добраться. И ведь это та же самая... Графика может быть прекрасной. Но эта игра ничем не отличается от ей подобных. Точно. И это то, чего мы пытались отчаянно избежать. Именно. В Shroud of the Avatar. Вы пытались поодушевить на исследование мира. Почему Лорд Бритиш не помогает людям Британии, исцеляя больных и раненых? А ты разве сам не говорил, что он сволочь? Ну, я думаю, он мог бы позвать в замок неизлечимо больных и раненых с ранами от мечей, типа военных, и использовать свою способность излечивать, чтобы восстановить их здоровье. А это была бы хорошая идея. Точно. Возможно, ему стоило нанять такого советника, главного советника по имени Спуни, который сидел бы за круглым столом и давал ему всякие мудрые советы. Возможно. Почему он всё время принимает на работу Чаклза? После того, как я каждый раз его убиваю. И вообще, Чаклз — это один человек, или это должность такая? Это очень хороший вопрос. Знаешь, что до Чаклза, то в первых ультимах очень многие персонажи получили свои имена в честь реальных людей. И Чаклз — это имя одного разработчика ранних проектов Ориджин, типа Лавпак, Кэрренс оф Калисто, и Аутодуэл, Надо же! И других старых игр. Так что Чаклз — это реальный человек. Если быть точным, он один из основателей Ориджин. Но да, Чаклз и Йоло оба, по моему мнению, занимают очень важное место в жизни Лорда Бритиша. Почему в ультиме больше не встречаются тройные арбалеты? Это просто недосмотр, я думаю. Но знаешь, есть куча мелочей и деталей, которые ты отдаёшь под ответственность другим людям. То есть одни занимаются оружием, другие — только аватарками. Третьи делают утварь, вроде бутылок, столов, стульев и так далее. И тройной арбалет, мне кажется, он больше не появлялся потому, что некоторые люди, ответственные за оружие, просто отсеялись в течение времени. Ясно. Но вообще он мне нравился. Требую вернуть тройной арбалет. Отлично. Но раз уж ты скоро будешь сидеть за круглым столом у Лорда Бритиша, скажи ему поднять свой зад и всё обеспечить. Начать отстылять людей. И вернуть тройные арбалеты. Вот у нас уже два мудрых совета. Он даже в Ван дер Ворлд 2 этим грешит. Он такой, я не могу тебе помочь, исцеление тоже не работает, не знаю почему. Именно так. Кстати, кстати, у меня есть для тебя геймдизайнерский вопрос по поводу этой новой схемы с советником Спуни и Лордом Бритишем. Ну вот, допустим, стоит замок Лорда Бритиша. Там сбоку вход, где стоит очередь из больных и страждущих. И как только у Лорда Бритиша выпадает свободная минутка, ну, то есть он работает, не покладая рук, принял пару законов, смахнул пот со лба, сбежал по лестнице к боковому входу, возложил руки на тех, до кого смог дотянуться, а потом, измотанный, помчался обратно наверх. Должно быть так? Ну я не знаю, отражается это на нём или нет. Не знаю, я тоже не знаю, я ведь спрашиваю тебя. Про это нигде не говорится. Но что он должен сделать в твоём понимании, чтобы не быть таким плохим Лордом? Как это обыграть? Ну мы же установили, что даже в Ультиме 9, даже когда он постарел, независимо от того, как он себя чувствует, он может просто встать и махнуть в бездну. Сам по себе. То есть он такой, ну что, надо пойти остановить Лорда Блекторна. И отправляется в ход. Он просто берёт и заходит в бездну. То есть это занимает у полностью прокаченного аватара, у меня уходит на это несколько часов. А Лорд Бритиш такой, ну пошли. И спускается вниз. Потому что он крут. Ну да, это было не самым лучшим способом показать, что он не настолько крутой. Но мы хотели дать понять, что он не очень так крутой, что он немного субтильный. Ну дело в том, что его субтильность не так легко заметить. Потому что его телосложение гуляет от серии к серии. Да. Если посмотреть на Андерворл 2, то там он такой крупный, жизнерадостный, малый, килограммов под 130. Он похож, он похож на короля Баратеона. Ну типа, он прям как... Вот, вот что забавно, почти в каждой ульте я даю художникам задания. Ну, одно из заданий. Пожалуйста, сделайте Лорда Бритиша хоть немного похожим на меня. Нет, нет. Он больше похож на короля из игр про Зельду на Си Ди Ай. Мне кажется, он больше получился похож на гибрид символа Бургер Кинга и меня. Но в остальных частях он совершенно на меня не похож. А в «Марсианских снах» Аватар хоть раз упоминает, что он уже однажды был на Марсе. А, ты имеешь в виду «Ультима-1». Ну да. Да, неплохо подмечено. Думаю, нет, хоть это и правда. Потому что иначе он сидел бы в этой ракете рядом с Зигмундом Фрейдом и вдруг такой... О, я ж там был. Плавали, знаем. С покухой я там был. Я был... Нормальное место. Я был в городе полном шутов. Вот там был пипец. Я всех порешил. А был город полный шутов? Нью-Джестер. Точно, вау. Надо же. А это опять возвращает нас к разговору о старых временах, когда у тебя было очень мало возможностей и приходилось использовать их с выдумкой. Разумеется, мой опыт по созданию... По части создания игр тоже становился богаче со временем. И я... Ну, ты знаешь... Количество моих игровых подсказок тоже увеличивалось со временем. Точнее, их точность увеличилась со временем. Мой любимый антипример был, по-моему, в Ультиме 3, где нужно было печатать слова типа «работа», «имя», «здоровье» и получать ответы. Так вот, учитывая, что люди могли вписывать названия, я всегда давал на это не больше четырёх букв. Разумеется. Потому что их хватало на то, чтобы различать похожие слова. И также они помогали избавиться от таких вещей, как прошедшее, настоящее время, множественные числа или вариации слов, о которых можно было бы спросить. Но одной из проблем, точнее, одной из многих проблем было то, что я фиговый грамотей. И в Ультиме 3 была подсказка, ради которой нужно было спросить кое-кого про алтарь. Произносится АЛТАР, мягкий знак, грамотно. Но персонаж, у которого вы должны были получать подсказку, ждал от вас четырёх букв О-Л-Т-Р. Олтарь. Потому что я опечатался, и... И способа понять этого никакого не было. Если ты случайно не ошибёшься в слове «алтарь», там же, где это сделал я, ты не сможешь дойти до конца. Я до сих пор не понимаю, как люди, прошедшие игру, закончили её. Ведь это было до интернета и всего такого, не было патчей. Можно было посмотреть в коде. Ну да, но... Мне кажется, ещё и блогов тогда не было, так что... Так что было невозможно передать информацию, типа... О, когда дойдёшь до туда, пожалуйста, сделай ту же опечатку, что и я. Я помню, в прежние времена, когда были Би-Би-Эс, там можно было разыскать патчи. Но да, если ты тогда выпускал игру, ты её реально отпускал. О, вот ещё одна ошибка, даже, наверное, поважнее той. Эм, тоже из Ультимы 3. После выхода Третьей Ультимы, которая была, кстати, первым продуктом Ориджина, я впервые получал письма от людей, которые поиграли в игру. И в одном из писем, что мне пришло, было написано. О, Ричард, мне так нравится эта игра, она замечательная. И одна из причин, по которой она такая замечательная, в том, что там был дракон, которого я никак не мог победить. Который он замокил лексира. Но я переключился... О, нет, 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 он переключился на кинжал и просто уложил дракона, прям с одного удара. И говорит, представляете, как здорово. А я думаю, ну, звучит как удача. Наверняка у дракона был только 1% здоровья, и он просто добил его с кинжалом. Но я решил, что всё равно взгляну на код. Я посмотрел, как была организована система нанесения урона. И оказалось, что используемое оружие было неважно. Код был написан таким образом, что, когда ты прокачивался, твой повысившийся уровень повышал количество наносимого тобой урона. Но при этом оружие, которое ты использовал, не играло роли. И никто этого не заметил, потому что единственным тестером в то время был я. Всё вроде бы работало. И в буквальном смысле других тестеров, кроме меня, не было вообще. Я просто не... Ну, знаешь, выходило так, что чем сильнее ты становился, тем мощнее оружие ты выбирал. Ну да. Монстры умирали, и всё, в принципе, соответствовало друг другу. Точно. Стали, никого не интересовали. Все находили оружие получше. Найди оружие получше, чтобы бить сильнее, хотя по факту это было необязательно. Это такой эффект плацебо. Это эффект плацебо. Просто становилось лучше. Просто лучше. Откуда взялся Повелитель Времени? Ох, давно дело было. Ну, разумеется, это очередная дань. В данном случае... Доктору Кто. На самом деле? Ну, вдохновил меня он. Просто он не особо на него похож. Он не делает... Ничего не делает. Он не делает ничего свойственного доктору Кто. Да, это правда. Но это прямо как и... Оригинальные лунные врата. Ясно. Ну, которые, ты знаешь, скопированы из бандитов во времени. То есть пошёл он действительно оттуда, от моего увлечения доктором Кто. Но в итоге я так его особо и не использовал. Просто вставил, но так и не стал развивать дальше. Он загадка даже для меня. Я... Я однажды высказал теорию, что Тай-файтеры из Ультимы А1 были на самом деле Килл Рафи из серии Вин Командер. Потому что корабль Килл Рафи был показан в Чёрных Вратах. Что ж, это очень неплохое рациональное предположение, и, пожалуй, с ним соглашусь. В общем, я думал, может, Мондейн заключил соглашение с Килл Рафи, потому что теперь уже понятно, что это они. И... и ты слышал про Криса Робертса и его новую игру Стар Ситизен? Разумеется. А мы... мы связывались с ним недавно насчёт того, чтобы совместно поработать. И у нас родилась идея арбалета для Йолло, который был бы обычным арбалетом в нашем мире, и техноарбалетом, как, типа, тот, что из «Звёздных войн». Знаешь, в его игре. И ещё мы подумали о том, чтобы повесить всеубивающую мотыгу над камином. Блин! А ещё мы обсуждали то, каким образом можно снова связать вместе игры и научную фантастику. Кстати, это напомнило мне ещё об одной пасхалке. Надо же! У нас был сотрудник по имени Джон, который... ну, знаешь, дизайнеры обычно берут себе какой-то участок карты, и это было в Ultimate 6, по-моему. И... и... эээ... и... один из тестеров пришёл к нам однажды, там был я и пар менеджеров, и сказал, я... я нашёл что-то странное, построенное в горах в дальнем углу мира. И он нашёл тайник, выкопанный в горах, и в этом выкопанном в горах тайнике были предметы для каждого квеста. Всё, что нужно. Огромные кучи золота, и всё на свете, всё было свалено в этой комнате. Но к ней не было доступа, не было входа. Ну да. И я подумал, ага, значит, у кого-то есть собственный телепорт, чтобы переместиться сюда. Поэтому мы создали код, который сканировал мир в поисках телепортов, чтобы найти именно тот, который вёл туда. И, разумеется, мы его нашли. Он был на месте того участка, над которым и работал Джон. И мы подумали, ясно, значит, Джон решил построить себе ход, чтобы добраться до этого тайника. И мы подумали, это не круто. Нет, конечно, пасхалки сами по себе клёвые, но если ты добавляешь такие могущественные предметы, это надо обсудить. Точно. И путь к этому тайнику был тоже не очень хорошо спрятан. Ну да. И поэтому мы решили... Нам понравился тайник, поэтому мы сделали новый телепорт, чтобы туда попасть, который был уже под нашим контролем, и его было сложно активировать. А его телепорт мы вывели в другое место в горах. Телепорт читера. Вы решили его проучить? Да, именно. Поэтому, когда он должен был начать играть и отправиться туда, то должен был услышать, «Джон, ты подлый негодяй! Ты обвиняешься в измене! Твой приговор — смерть!» Точно. И затем у него летят фаерболы и всё остальное. Я помню, был какой-то прикол с чирлидершами Даллас Ковбойс. Да, появлялась группа «Чирлидерш», которые танцевали и скандировали «Читер!» Возможно, возможно. «Читер!» Пожалуй, пришло время заканчивать нашу милую беседу. Хорошо. Мы без сомнения повторим это как-нибудь. Спасибо, что были с нами. Ричард, огромное вам спасибо. Спасибо тебе. Было честью принимать тебя здесь, в моём офисе. Рад был пообщаться лицом к лицу. Взаимно-взаимно. Что ж, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Так вот, где вы все, значит, а? Говорите, вы не такие независимые от меня? Ну что, покажите мне, чем же занимается настоящая независимая студия? Чем вы заняты, сэр? А, я работаю над секретными дверями. Камни? Это надо чем ты сидишь целый день? Камни? Я могу нанять мартышек, чтобы они делали камни, и даже сложить эти камни вместе. Не вижу никаких игр, вы похожи на бизнесмена. Мне нравятся бизнесмены. Я могу показать, над чем я работаю. Как видите, здесь много окон, и я работаю над игрой. Да ты просто по интернету лазаешь. Именно. Ну и какую прибыль ты ждёшь? Небось, большую, да? А потом мы прикарманим деньги, договорились? Только не говори никому, ладно? Не говорите Ричарду хорошо. Эй, погодите! Что это там? Моя пачка с печеньем. Твоя пачка уволена! Вы пожалеете, что такие независимые? Мне осталось посетить одно последнее место в этой чёртовой компании. И это один из самых бесполезных её отделов! Художественный отдел! Сейчас я покажу, как надо обращаться с художниками. Показывай, над чем работаешь. Эм, над сапогами. Над сапогами! Сапогами! Ты сам их придумал или спёр из картинок в гугле? Кое-что спёр. Ах ты, негодяй! Хотя вообще, мне нравится. А вы, сэр, над чем трудитесь? Над сапогами. Сапоги же у него! Я знаю, что я сделаю. Я организую собственный кикстартер. А потом просто найму команду разработчиков. Сделаю игру, продам и оставлю себе все деньги. Гениально! Гениально! А теперь выпустите меня отсюда! Озвучили Псих, Артемис, Кюта, Неракс, Даймонд, и Мэтт Дэвил. Перевела Доминика. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok